Мы с вами перед рекламной паузой увидели Татьяну Волосожар и Максима Транькова. Наш замечательный спортивный дуэт. Они первые после короткой программы. 63-69. На два балла опережают канадцев Меган Дуамил и Эрика Редфорда. Вера Базаров и Юрий Ларионов третьи. Ну и, конечно, большая радость для нас. Тухтамышева лидирует после короткой программы. Лиза опережает Королеву Костнеру, Алису Чизни и далее по списку. Ну что, смотрим. Наталья Пешалая, Фабьен Бурза. Тяжелейший был короткий танец на Скейт Америка, потому что страшнейший бронхит. Он просто кашлял во время проката. Его всего трясло. Он допустил 4 ошибки. Это все про Фабьена. Смотрим, когда они в силе. Я думаю, он сейчас уже поправился и должен себя чувствовать. На него, конечно, гораздо свободнее. Тоже плотная позиция. Чикта у Чистника. Я так думаю, что на таком уровне не хватало, чтобы были какие-нибудь далекие позиции. Нет, понятно, что всякое возможно, но это же дуэт мирового уровня, мирового класса. Таких ошибок быть, в принципе, не должно. Чикта у Чистника. Чикта у Чистника. Чикта у Чистника. Сергей, а вы помните вообще у них в карьере латином? Не обязательно латином, а вот просто латином. Честно говоря, не припомню. Я тоже не припомню. Совместный первый раз мы с ними на соревнованиях пересеклись в 2002 году на университете в Италии. Это наша первая лучшая встреча, мы думаем. Ну, до этого, по крайней мере, сезон 2006, если я не ошибаюсь, у нас оригинальный танец тоже должен был быть латином. Ну, это как бы предписанный. Да, так что можно сказать, что латином у них уже была. У них была, но я ее совершенно не помню. У меня просто такое подозрение возникло, что не совсем их танец. Ну, возможно, ладно, хорошо, я с этим соглашусь, но, тем не менее, это все равно... Вот он как-то в латине тяжеловат. Вот я в первую очередь про Фабьяна. Вот не хотел бы говорить, хорошо, я согласен с этим. Нет, 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 что вы, Сергей, я вас не заставляю. Нет, нет. Я все пытался, опять же, это, да, как можно корректнее представить, но в отличие от того же Скотта, ну, возможно, да, это не совсем его, потому что видно, что немножко заученное движение, что не танец идет, а заучено. Но ребята славятся тем, что они, конечно, большие технари. Вот это многие про них говорят. Ну, это видно по ромбе, насколько вот сейчас нам показывают, как раз повторно медленный, мы видим. Чуть-чуть, да, разошлись в степет визуах? Ну, это видно, я боюсь, что только на замедленном повторе, потому что вживую, в общем-то, даже ничего такого в глаза не бросилось. Мне показалось, что еще вот как-то они выходят на этот танец и не чувствуют былой уверенности. Вот они тоже, кстати, между прочим, как и Лена Еленых и Никита Кацалапов, ушли от Александра Жулина. Сейчас тренируются у Крыловой, Анжелики Крыловой, Паскаля Камерленга. Как-то они, вырвавшись из Леона от Мюрель Зазуи, они, не переехав в Москву, они, что называется, были такие наполненные, и как будто действительно у них новое дыхание появилось. Они были какие-то свежие, обновленные. А сейчас такое ощущение, что они замученные. Может быть, просто нужно дать время, когда меняешь тренера, это же не вот ты поменял тапочки. Все это гораздо более сложный процесс. 66,50, 2,40. Ну, в принципе, наверное, ты их оценки, да? Я думаю, что вполне, да, послуженно они получают. Здесь видим, к сожалению, что Никита с Еленой только на четвертом месте у нас оказывается. Ну да, тем более, с результатом-то, к сожалению, не самым хорошим. 58,17, то есть они проигрывают Капеллине Ланоте аж 6 с лишним.